здравствуйте дорогие друзья в эфире мое утро меня зовут милена окопян и это утро вы проведете со мной а как принято утро большой страны должно начинаться с грандиозных новостей рубрика международные новости милане открылась необычная выставка творчество да винчи в 3d сам леонардо да винчи правда виртуальный встречает гостей новой выставки в милане она посвящена 500 летию со дня смерти великого художника эпохи возрождения вся выставка это путешествие в творческий мир да винчи здесь можно увидеть виртуальные копии его знаменитых картин и проследить как мастер придумывал необыкновенные для своего времени машины в этом зале мы представляем его летательные аппараты он придумал множество разных машин поэтому мы создали 3d изображения в которых они пролетают над его картинами среди них есть знаменитый пейзаж который он рисовал в детстве а это статуэтка бронзового коня создана по эскизу скульптуры да винчи мастер так и не отлил семиметровую статую выполнив ее лишь в глине в одном из залов демонстрируется четырехминутный видеоролик который позволяет в деталях рассмотреть шедевр тайная вечеря во время второй мировой войны церковь санта мария де ла грация бомбили но роспись была защищена мешками с песком да на тренд вечер бьям мы сшел то ли мы выбрали фотографии тайной вечери чтобы вы увидели ее какой она была после бомбежки счастью работу спасли но все остальное было уничтожено а потом восстановлено и пыль а реконструкция надев шлем виртуальной реальности гости выставки могут прогуляться по мастерской да винчи также есть приложение которое можно загрузить в телефон оно помогает насладиться выставкой у гостей появляется каталог экспонатов они могут в виртуальной реальности увидеть изобретение да винчи и каталог словно оживает если у гостей выставки остаются вопросы о творчестве да винчи то на них услужливо ответит робот пеппер выставка леонардо да винчи в 3d будет работать до конца сентября ну а какое утро без вкусного и питательного завтрака как приготовить сладкие сэндвичи быстро а главное легко нам расскажут в следующем сюжете сегодня мы готовим очень вкусное блюдо а какое именно вы узнаете в процессе приготовления и для начала нам нужно из овсянки сделать овсяную муку для этого вам понадобится блендер смешиваем нашу овсяную муку яйца и какао для того чтобы все хорошо перемешать мы используем миксер у нас получилось такое кремообразное тесто из которого сейчас на антипригарной сковороде мы пойдем делать один большой блин готовый блин выкладываем на тарелку и приступаем к приготовлению начинки для начинки нам понадобится творог мед и банан смешиваем мед творогом смазываем наш блин и сверху выкладываем банан как вы видите мы используем мягкий творог так как для нашего крема он подойдет лучше всего разрезаем наш блин пополам и на одну из сторон выкладываем начинку вот только пасам атаку Вы только посмотрите, какие вкусные и аппетитные сэндвичи у нас получились. Обязательно приготовьте их дома и убедитесь в этом лично. А с помощью следующего блюда можно приятно удивить всю семью. Смотрим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Паста из цукини с креветками. Смотрим! Дима Торзок Утро лучшая пора, чтобы сделать подарок любимому человеку. Особенно приятно, если этот подарок сделан своими руками. В нашем следующем сюжете расскажет, как сделать блестящую вазу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами была передача «Мое утро» и ее ведущая Милена Акопян. Далее не переключайтесь для наших самых маленьких зрителей. Мультфильм. Паста из цукини с креветками. А ничего, утром начинается? Да, кстати. Еды утром много не бывает. Паста из цукини с креветками. Смотрим. Еще раз. Местящая ваза своими руками. Милена, ты что делаешь своими руками? Нет, я только петь могу и на сцене играть. Своими руками? Своими руками? Ногами, руками. По-моему, все нормально зашло. То есть, нормально было? А я один смотрю. Еще раз? Нет, у тебя нет. Нет, у нас нормально было.